всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life и сегодня по просьбам наших постоянных подписчиков мы хотим показать как выглядят некоторые продукты которые не видно как выглядят внутри банки то есть ну кто-то хочет знать какая сметана как выглядит творог то есть кто-то хочет переехать и увидеть то что он съест а кто-то просто хочет сравнить с тем что продается например в беларуси поэтому некоторые продукты которые не видны в магазине в упаковках мы покажем сегодня по просьбам подписчиков прямо так сказать вот здесь на нашем столе значит вот на нашем столе уже есть ножницы ложка и тарелка для каких-то целей да и вот какие-то продукты мы покажем значит составы и покажем как они выглядят внутри из того что мы сегодня купили ну давай начнем со сметаны нет это одно одно с творога да в общем творог мы купили сегодня в пост к и это тот творог который мы путем пробы ошибок нашли для себя то есть мы пробовали разные и теперь мы покупаем одного образца потому что он нам нравится вот он вот так вот запечатан и вот так вот он выглядит отрывай пожалуйста сразу эту штуку так значит но сейчас я все-таки другого возьму большую ложку я буду есть его большой ложки перемешиваем тщательно то есть понятно что он настоялся и вот вы видите ну так прямо на возьми прямо миша не в общем в нашей семье творог в основном есть антошка и я ну и маришка вот но уже хватит мешать в общем вот видите вот вот такой вот он консистенции то есть он не жидкий вот он такой вот видите такой достаточно густой вот и в общем антошке мы даем такой творог либо с медом либо с кленовым сиропом либо есть еще у нас всякие варенья такие клубничные виноградные но мы покажем когда будем их покупать в формате распаковки мы вам тоже покажем в общем вот такой вот у нас торг сейчас я ложку оближу вы уж не обижайтесь но очень вкусно значит он на вкус немножко солененький вот еще иногда из этого творога маришка делает сырники расскажи выстроить рецепт сырников все знают мука яйцо творога побольше немножко соды и да и получаются очень классно совсем чуть-чуть масло потому что если много то они напитывают в себя получаются жирные моя бабушка как-то вообще их так жарит они получаются очень пышные и вот при этом не напитывают масло у меня пока я так скажу будем готовить покажем следующий продукт это сметана как я вам сказал сметана образца сметана советской столовой которая продавалась в раненых стаканах кажется это сметана такая столовская почему так это я же говорю столовская которая продавалась в стаканах по полстакана или по целому именно в раненых даже не не белорусская и сказать вот это я оближу не выбрасывай я всегда это облизываю молодец я не смогу сметану помешать сможешь ты постарайся но тихонько попробуй в общем сметану тоже желательно помешать вот ее такая вот давай расскажем почему густота вещи мешать может у нас на канале есть какой-то товарищ но давай мы сейчас покажем сметану а потом расскажем дочь и жена все помогли за вот смотрите теперь по поводу густоты сметаны сейчас чтоб я не промахнулся главное мимо блин я в камеру не я что промахнулся нет ну вот видите вот она с ложки не падает вот смотрите я ложку держу отвесно вот как ее еще держать вот видите вот такая вот сметана вот вот она густая вот это вот шишка висит вот сейчас ее на вкус вот кто ходил советскую столовую когда можно было там я не знаю за 30 или за 50 копеек купить обед сколько это сметана стоила я не помню там ты не помнишь тоже ты ее не видела нет для меня она напоминает сметану вот как вот смотрите вот ложка своих садиков и упала вот этот вот раз или на запеканку творожную но в общем она очень густая и очень вкусно и по вкусу вот но я не знаю самушкин продукт наверно точно такой же да которая в баночках да именно в банке ванны баночки да баночка такая прямоугольная вот похоже очень то есть со сметаной 40 разобрались и значит еще я вам покажу значит вот этот варок все убираем его в сторону и вот это вот сметана я даже не боюсь наклонить потому что она не убежит она густая так все с сметаной с творогом разобрались давайте сейчас перейдем быстро к десерту потому что но это просто очень вкусно и очень классно этот десерт мы ходили и не видели его в магазине и не смотрели наверное года 4 и потом случайно на одной вечеринке у знакомых это была вечеринка расскажи быстренько это было день рождения у моих мальчиков это было это купальная вечеринка нет первый день рождения годик мальчиком был ребятишкам с которыми я работаю близнецам об этом чуть чуть позже расскажем тоже и вот у них на дне рождения на десертик были вот такие вот вкусняшки это вот сверху шоколадная корица или шоколад с корицей какао и немножко корица еще тоже присыпано ну в общем как-то описать по составу я даже не могу назвать вам это очень вкусно правильные ингредиенты да лучше это найти попробовать потому что но это как еда по телевизору это как любовь что что-то было какое-то выражение такое ну в общем вот так вот он выглядит и он очень вкусный он жутко калорийный и еще мы с одним десертом там познакомились но его к сожалению сегодня не он в похожих стаканчиках стаканчики могут быть чуть-чуть меньше чуть-чуть меньше вот но мы его покажем когда он будет мы покажем десерт жутко калорийный 250 калорий ну и все остальное вот тут вот вы можете про него очень вкусно для тех кто любит он очень нежный и он очень быстро проваливается значит что тут в одном стаканчике 85 грамм так с десертом покончили приступаем давай откроем давай еще бутылочки откроем раз уж мы в десерте держи так сейчас мы это уберем так десерт у нас уходит это открываем наши бутылочки мы такие бутылочки кто смотрит кто смотрит наши влоги мы покупали в костке бизнес-центр такие бутылочки на новый год и в общем тогда мы покупали где-то их за 11 или за 12 долларов если я не забуду то я гляну напишу вам сколько они тогда стоили а сегодня мы их купили вообще за какую-то смешную цену ну мы же объяснили почему потому что в этом году в октябре месяце 2019 в октябре у них заканчивается срок годности поэтому их вот так вот за 8 месяцев быстренько продают за половинчатую а даже может быть я бы сказал процентов за 35 за 40 от цены чтобы быстренько наверное от них избавиться чтобы они не залеживались вот ну вот собственно вот так вот выглядит эта бутылочка внутри она имеет спиртной контент спиртной контентами да ликер в отличие от белорусских бутылочек они маленькие потому что белорусских бутылочек которые я очень любил и вы их знаете там лежит пять бутылочек и они наверно грамм по 100 наверное да нет больше наверное даже вот но здесь очень много бутылочек 33 штучки такие хулиганщики раз похулиганил быстренько и погнал куда-нибудь ну что про них еще можно сказать еще можно показать наверное эту заднюю сторону 150 калорий состав и оказывается вот как ее правильно надо пить не из горлышко а с донышко а мы все время пили с горлышко и вот в этом году мы научились правильно пить и да вот стоит срок годности октябрь 26 число 19 года поэтому их поставили по уцененочки переходим к нашим следующим продуктам так я думаю что наверное раз уж мы в сладкое ударились то тогда идем печенье значит бутылочки у нас были из косты так и сейчас мы вам покажем вот такие два печенья мы купили сегодня мы их купили в магазине 99 центов это мое любимое печенье я сейчас болею я себя балую доставай и покажи что она из себя представляет то есть вот такая вот печенюшка залита шоколадом полностью у нее донышко шоколадная да вот и сверху немножко набрызган давай его сломаем и покажем что она имеет из себя в разрезе вот такая печеньюха ой мы порвали упаковочку ну ничего сейчас я попытаюсь вам показать вот так вот что оно содержит из чего состоит сколько калорий вес упаковочки 369 грамм и еще вот еще одно вот такое вот печенье значит что в него входит вес упаковочки тоже 369 грамм это тоже печенье полностью в шоколаде давай покажем что она из себя представляет вот такие печеньюхи полностью залитые ламой и внутри печенька но они очень вкусные так ну и теперь переходим к продуктам которые можно съесть значит так питы я вам уже в магазине показывал если кто-то хочет про них что-то прочитать вот здесь можно посмотреть растение зайка пожалуйста вот это я покажу чтобы было видно что у нас здесь вот здесь можно посмотреть так ну и давай а ну открывать не будем пита она пита она и вафлики пита сломаем ее покажем что она внутри вот такой вот хлебочек ну возьми на дрови она тоненькая вот мы ее посыпаем сыром дети в основном любят такие сырные питы иногда кто-нибудь там я не знаю катаринка может бывает любит чтобы добавить какое-то мясо вот но сашка ест чисто такую питу мы ему готовим в свече или в тостернице в такой у нас печечка есть маленькая мы в ней запекаем ну типа тостернице вот и прямо сыром заплавляем и все так давай горошки а у нас гадин горошки думал там что-то другое значит вот такой вот консервированный сладкий горошек вес баночки 425 грамм стоит она 1 доллар в 99 центов а 79 центов даже да вот значит вот состав так но открывать его не будем просто сладкий горошек так давайте еще глянем быстренько на соки состав покажу то в магазине отсвечивала значит это апельсиновый сок с мякотью он не очень густой не очень редкий как я вам сказал средний по мякоти и вот такой вот детям мы покупаем они апельсиновый не очень любят они пьют вот такой вот яблочный сок но этот яблочный сок мы им разводим водой потому что донтист советует все соки разводить водой они не такие сладкие тогда когда тогда когда разведены так и что у нас осталось у нас осталось бургеры очень многие хотели посмотреть на них вот сейчас мы их откроем и смесь которую маришка готовит с рисом очень быстро очень быстрое блюдо один бургер достанем покажем вот это просто красная рыбка которая спрессована скажем так в бургер и все маришка их очень быстро готовит на сковородке на сковородке и при этом я не добавляю на сковородку никакого не масло ничего и на сухой сковородке их делал они сами пускают такой сок и они очень сочные получается и ничего не нужно больше и в общем запах рыбы да давай покажем так значит бургеры у нас имеют вот такой вот состав интересуется может посмотреть ну и вот смесь чистую на чистое то есть тут горошек кукуруза морковка спаржевая фасоль я повторяю за тобой тут взяться ну и все нормально 4 составляющие а иногда мы еще берем смесь для себя там она немножко другая там нет но мы это тоже кушаем не ну понятно что кушаем но просто ту которую мы берем себе детки немножко ее не так хорошо как это ну и что тут по составу у нас вот у нас есть можно в принципе как отдельное блюдо подавать кто хочет но и просто прогрел хорошенько там пропарив запарив чем-то а можно есть ли мы делаем я делаю так у нас дети очень хорошо и и кушают тогда немножечко риса ну совсем риса в соотношении допустим к смеси один к трем до процентов 30 наверно риса остальное остальное смеси дети очень хорошо кушает и притом тогда им нужно даже черный бурый рис ну и вот состав этой смеси вот скажем такие составляющие ну вот вроде бы и все а еще у нас осталось молоко давайте еще глянем на молоко значит что у нас по молоку по молоку есть молоко мы берем обезжиренное свободное от жира тут написано значит вот его состав и мы берем молоко двухпроцентное так вот его состав вот молоко идет в таких уже видели огромных банках в галлонах в общем нам 4 галлона получается хватает где-то на полторы недели короче от недели до двух но на две недели наверное все таки не растянуть то есть чаще скорее всего это неделя максимум полторы ну просто у нас антоша молочник большой поэтому нас молоко просто да иногда я немножко ну в кофе иногда добавляю ну вот такой небольшой обзор продуктов когда мы будем покупать что-то новое мы будем продолжать вот еще вот такой микс из 99 центов 499 за вот эту упаковку килограмм 280 грамм значит здесь 45 пакетиков печенья давайте посмотрим вот так значит состав каждого пакетика что чего входит что почем какой хоккей с мячом и вот вы видите на картинке как они должны выглядеть давайте на них посмотрим живую мой ассистент ассистент покажем не может коробку нормально порвал красивую коробку молодежно то потому что так она должна наверно выдвигаться очень хитрая пробка вот такой что давайте откроем все равно компот как говорится так значит это сын это оригинал какой-то шоколадный и и ножнички зайка возьми в общем чисто грызла сыр и собачий корм открываем это обыкновенные сырные третеры они продаются в разной форме и в разных размерах ну в данном случае это будет алфавит давай посмотрим что дальше в общем сырные третеры это крутяк как собачий корм у нас были собачки мы покупали косточки вместо печенье вот именно вот как печенье потому что они любили есть печенье и был такой собачий корм тогда он выглядел вот как это печенье ну но оно вкусно оно написано что оно сырное зерновое там бла-бла-бла давай дальше оно немножко с корицей я бы сказал потому что корица да здесь мэндемс пострадал его просто короче убили ну в общем это вот такие вот печеньки и внутри там попадаются мэндемсы которые без орешков сладенькие шоколадные выглядят они как-то ну прямо скажем так себе там одно осталось блин в упаковке 5 штук сколько грамм в упаковке ну очень мелко короче 5 штук и этим все сказано вот эта упаковка мне больше нравится мне больше печенье вот эти печеньки видите похоже как те которые большие печенька залита шоколадиком так косточек две четыре две четыре шесть восемь половинку я съел сырных короче больше всего косточек больше всего сырных меньше всего мэндемсы ну вот такие вот печенюшки рассказывайте какие есть у вас делитесь в комментариях ну это был небольшой обзор наших продуктов если когда мы будем покупать что-то новое что еще вам не показывали мы естественно будем открывать а мы вообще собственно ничего пока не показывали пока нас не попросили мы показываем первый раз поэтому мы все будем открывать вот так показывать как оно выглядит да ну или что-нибудь купим специально потому что в общем то все продукты у нас уже распробованы опробованы и когда мы ходим в магазин мы покупаем уже то что знаем ну или совсем что-то новое нам понравилось просто при выборе молока сметаны творога сока мы уже не меняем каких-то печенье у нас уже есть то что мы подобрали себе путем пробы ошибок напробовали и мы знаем что надо купить что не надо купить для нашей семьи как говорится у всех вкусы разные мы со своими определились ну покажем мы же не только сметану едем еще что-то покупаем наверное иногда вот а потом даже маришка иногда еще покажет как она готовит потому что в общем то после того как она приготовила утку мы ее съели и голодные не сидели она все готовила готовила и и все время стеснялась что-то записать я говорю запиши покажи обязательно запишу в общем она исправится и покажет ну все спасибо что были с нами задавайте вопросы мы будем стараться ответить на все ваши вопросы пишите комментарии подписывайтесь на наш канал не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить новую серию кто поделится с друзьями в соц сетях тут вообще красавчик до встречи всем хорошего дня и хорошего дня вы были на канале наша жизнь в америке не лайкать не лайкай бай бай пока 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 пока